Мой вам теплейший эфиопский привет! В эфире большой выпуск A1 News, с вами Юкля. За эту неделю произошла масса интересных, забавных и даже грустных событий. Об этом в ближайшие полчаса. Ой, Вавой, одна из самых интересных групп Англии, воспевшая Гагарина, снова взорвала умы москвичей. В бельгийском городе Льеш прошел четырехдневный фестиваль Лизардон, собравший 60 тысяч зрителей. На нем выступили Cypress Hill, Baby Shambles, Эрика Баду, Джонни Лайден и многие другие. Подробности смотрите в сюжете. Что пили, ели, слушали и как развлекались на главном городском АПНРе, вы узнаете из сюжета. Мощные парни в Утан Клэн в клубе Арена Москал. Нойзе МС посадили за решетку на 10 суток. Александр Бергер, представитель менеджмента Нойзе МС, рассказал последние новости об опальном музыканте. А также, что творилось в музыкальном мире последние семь дней. Bad Religion готовит новый альбом. Оззи Осборн приготовил сюрприз для всех влюбленных. Супер-группа A Perfect Circle возобновила свою деятельность. Обладатель золотого мяча, футболист Лионель Месси создал клон своей любимой группы Oasis. Ну и как всегда, обо всем самом интересном, найденном на просторах интернета в рубрике «Вебнутые». Нойзе МС посадили на 10 суток. Ведь за толстыми стенами отдела провести бы эту ночь не хотелось. Проблемами с представителями властей обернулось для Нойзе МС выступление на фестивале «Урбане», прошедшем 31 июля в Волгограде. Во время исполнения песни «Бабки в шапку» барабанщик группы Павел Тетерин вышел к зрителям с протянутой бейсболкой для мелочи. Однако номер, повторяющийся из концерта в концерт, волгоградские милиционеры сочли по прошайничеству. В ответ Нойз прошелся по стражам порядка искрометным фристайлом и посвятил им песню «Кури, бамбук». Но милиция таланта Вани не оценила и обиделась. После концерта Ивана Алексеева попросили проехать в отделение для выяснения кое-каких обстоятельств. Там Нойзе МС пробыл до понедельника. 2 августа состоялся суд, который признал рэпера виновным в мелком хулиганстве и приговорил к 10 суткам административного ареста. Так что три дня назад ставший отцом Иван Алексеев сейчас вынужден коротать время за тюремной решеткой в камере без окон. Как и предполагалось, эта история получила массовый отклик. Поддержать Нойза взялись не только поклонники, но и коллеги по цеху. Тогда, как первые собирают голоса за освобождение Ивана на его официальном сайте, вторые подписали открытое письмо в его поддержку. Среди участников этой акции Олег Гаркуша из аукциона, Евгений Федоров из Текила Джаз, Борис Гребенщуков, Алексей Никонов, Михаил Барзыкин и Артемий Троицкий. Все они требуют не только выпустить Ивана, но и провести служебное расследование в отношении тех, из-за кого музыкант вынужден задержаться в Волгограде на целых 10 дней. Мы решили обратиться за комментариями к представителю менеджмента Нойза МС Александру Бергеру. И он поделился с нами последней информацией. Вчера ребята молодые совсем, ну школьники буквально там, они как-то так стихийно, в Волгограде я имею в виду, решили устроить такую акцию в поддержке Вани. Создали группу ВКонтакте, собрались где-то в центре города и хотели там, ну сели на лавочке и хотели нарисовать какие-то плокации в поддержку Нойза. И, соответственно, как-то там подойти, к суду, да, по-моему, хотели подойти, но они не успели даже эти плакаты нарисовать, потому что подъехала милиция. Тех, кто там был, там несколько десятков человек, причем все буквально школьного возраста, всех погрузили в автобус и отвезли в отделение милиции. Кстати, вот от имени менеджмента, но из МС, хочу сказать, что не нужно, наверное, устраивать каких-то таких акций, не нужно пытаться что-то, принести какую-то еду Ване, потому что все равно у вас ее не примут, потому что можно только определенные продукты передавать, и всего, по-моему, один раз за время заключения, поэтому просто вы зря там простоите, еще можете получить люлей. Понимаете, для нас это видео является, в общем-то, такой же загадкой, как и для вас. Собственно говоря, есть несколько версий, достоверно я не могу сказать точно, что это такое, но то, что подозрительно, то, что Ваня читал этот свой текст по бумажке, чего с ним отродясь не было, да, то есть он известный фристайлер, заслон в карман не лезет, и, в общем-то, эти там 8 строчек мог бы, наверное, запомнить наизусть. То есть это выглядело все-таки, ну, было похоже, что он не очень рад тому, что он это читает. Как там все было, на самом деле мы узнаем, когда Ваня освободится, мы надеемся, что это произойдет 10 августа в 23.30. Я надеюсь, что все-таки все эти 6 дней он писал не только вот эти 8 строчек, это потешная вот Волгоградская милиция. Насколько мне известно, он уже написал новую песню под названием «Свобода слова». Послушаем, что это такое, когда он выйдет. Жара, музыка и парк. В столичном парке Коломенское состоялся, пожалуй, самый массовый и самый необычный пикник из всех. Пикник Афиши. Очень сложно сформулировать что-то внятное по такой жаре. Действительно, в Москву вернулась жара, вчера еще было немного прохладнее, сегодня уже опять на солнце просто невозможно находиться. Но, тем не менее, как видите, мы находимся на пикнике. На пикнике Афиши. Здесь дикий угар во всех смыслах этого слова. Веселые группы, куча развлечений и солнечный удар. Ура! Седьмой по счету пикник Афиши традиционно собрал представителей модной молодежи в народе, именующихся хипстерами, и предложил им неисчислимое количество развлечений. Физкультура и спорт. Прогулки по парку Коломенское. Традиционные на пикнике возлегания на газончике, но только в тени. Контактные игры в твистер, мастер-классы, магазины, еда и, конечно же, питье. Вода стала в этот жаркий день едва ли не самым популярным развлечением. Даже Борис Барабанов за водичкой стоит в очереди. Все равны. Но все-таки никакая вода не смогла перебить интерес публики к музыке. Пикник Афиши традиционно собирает самых актуальных представителей современной музыки. Горячо нами любимая группа наркотики выступала на пикнике второй год подряд. В этот раз из-за жары всем было тяжело. Ребята кипели, а техника отказывала. Спасибо. Это было очень тяжело, но весело вроде. Ну да, но на самом деле мы когда испытывали клиническую смерть, вот, и чуть не долетели до ада, вот, я сказал, Андрей, там что-то как-то хреново, надо поворачивать обратно. И нам сказали, ну зато вы этим летом будете играть на пикнике Афиши, и там будет почти так же. Ну мы такие, ну ладно, вот. Это плата за то, что мы не в аду сейчас. На нескольких сценах фестиваля выступило громадное количество музыкантов, но, пожалуй, самыми ожидаемыми были британцы-эдиторс. Да, в эту жару я не слишком хорош. Быстро устаю и начинаю ворчать. Сегодня очень жарко, ничего не скажешь, но нам не привыкать, хотя тогда было бы прохладней. Ну а что делать? Несмотря на жару выступление прошло хорошо. Люди активно выплясывали и подпевали музыкантам. Три студийных альбома группой довольно сильно отличаются друг от друга, но тем не менее все смогли услышать свои любимые песни. Если бы все альбомы звучали одинаково, мы бы были скучноваты. Мы довольны, что у наших поклонников есть любимые песни. Мне кажется, что такое случается, когда много работаешь в разных направлениях. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Короче, каждому свое, и это круто. Коля Карасев, Оскар Турсунов, A1 News. Bad Religion подготовили к выпуску 15-й альбом. Недавно отпраздновавшая 30-летний юбилей группы Bad Religion наконец-то записала свой 15-й по счету лонг-плей. Работа над альбомом, получившим название The Decent of Man, началась еще два года назад. Однако отправиться в студию у музыкантов получилось лишь в мае этого года. По словам гитариста группы Бретта Гуревича, тематически новые песни оказались менее агрессивными по сравнению с ранним творчеством Bad Religion. Эту перемену он объяснил просто. Став отцом, я увидел мир во всем его многоцветии. Как результат, мои песни стали менее агрессивными. Оценить, что из этого вышло и пошло ли отцовство Бретта на пользу группе, можно будет 28 сентября, когда альбом появится в Кадаже. В бельгийском городе Льеш прошел четырехдневный фестиваль «Лизардон», собравший более 60 тысяч зрителей. Это всего пятый фестиваль, но мощный состав звезд первой величины стал его отличительной чертой. Подробности в следующем сюжете. В бельгийском городе Льеш прошел четырехдневный фестиваль «Лизардон», собравший 60 тысяч зрителей. Несмотря на стоявшую 35-градусную жару, концерты собирали огромную аудиторию. И неудивительно, ведь федлайнерами основной сцены выступили Cypress Hill, Baby Shambles, Nerd, Эрика Баду, открывавшая свой тур на этом фестивале Шарлотт Гинсбург, Жулиан Касабланкос и группа Джонни Лайдена из Sex Pistols Public Image Limited. Две открытых сцены представили разнообразную программу из передовых представителей электронной сцены. Порадовали и многочисленные молодые бельгийские группы, у которых есть отличная возможность показать себя перед родной публикой. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Оззи Осборн предлагает вступить в дьявольский фронт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так называется новый пакет услуг, придуманный Осборном специально для грядущего Оз-феста, фестиваля, проводимого им с 96-го года. Дьявольские браки предназначены для тех, кто решит жениться прямо на фестивале. Организаторы постараются сделать все, чтобы решившиеся на такую авантюру парочки не пожалели о своем выборе. Кроме колец на пальце, молодожены получат проходки за кулисы и в вип-сектор феста, где у них появится шанс пообщаться с кумирами. Не останутся молодожены и без свадебного подарка. Ими станут специальные футболки, над дизайном которых морочился сам Оззи Осборн. Ну а чтобы было с кем разделить эту радость, парочки смогут пригласить на Ос-фест до восьми гостей. Много ли пар захотят связать себя узами брака под звуки тяжелой музыки, можно будет узнать на ближайшем Ос-фесте. В этом году он начнется 14 августа в Калифорнии, а осенью перекочует в Тель-Авив и Лондон. Футболист Лионель Месси собрал группу-клон «Оэзис». Игрок аргентинской сборной настолько проникся творчеством братьев-геллахеров, что на время позабыл о футбольном матче и взял в руки гитару. Он основал собственную группу, репертуар которой целиком состоит из песен «Оэзис». Причем песни не единственное, что футболист позаимствовал у полюбившегося коллектива. Их имидж построен по модели «Оэзис» образца середины 90-х, соответствующие парики, одежда и солнцезащитные очки. Месси признался, что провел много времени копируя Ноэля Геллахера и постарался изучить его манеры. Отметим, что с творчеством «Оэзис» Месси познакомился не так давно. Музыка геллахеров настолько потрясла футболистов, что он загорелся идеей побывать на их концерте лично. Но тут-то он и узнал, что самой группы уже, увы, не существует. Теперь братьям Геллахерам предстоит слушать собственные песни, но в исполнении футболистов. Ведь Лионель Месси уже поспешил пригласить их на лондонские концерты своего проекта. Остается надеяться, что поет Месси не хуже, чем гоняет мяч. Оказывается, участники Вутан Клен фанаты фильмов о кунг-фу. Чему они научились у древних мастеров, музыканты показали на московском концерте. Подробности в следующем сюжете. Еще задолго до того, как кунг-фу панда начала неуклюже выполнять свои нехитрые трюки, 9 парней из южного района Нью-Йорка решили перевернуть хип-хоп с ног на голову. И самое удивительное, им это удалось. Надо думать не без помощи шаолинских монахов, владеющих боевым искусством в Уутенг. И вот уже 18 лет Вутенг Клен одна из мощнейших организаций за всю историю хип-хоп-музыки. Впервые клан почти в полном составе посетил Россию. Единственной брешью в этом мощном объединении был Метод Мэн, который попросту не приехал. Метод Мэн один из главных весельчаков в нашей команде. Но кроме того, что он член клана, он еще и работает в кино. И так получилось, что сегодняшний концерт совпал с одним из самых крупных кинопроектов в его карьере. Чувак, если я должен извиниться за него, я скажу, что Метод Мэн не приехал не потому, что он не хотел быть в Москве. Просто у него реально много работы. Он пробует себя в кино. Ему пришлось сделать выбор между концертом и фильмом. И он выбрал то, что для него важнее. И я поддерживаю его выбор. Не соглашаюсь, но поддерживаю его во всем. Потому что это мой братан. И я ему желаю всего самого лучшего. Ему и его детям. Вутен Клен равноправие основатель и идейный вдохновитель клана Риза, подписывая контракт с лейблом, озаботился свободой других участников. Каждый из Вутен Клен мог записать сольные альбомы. Чем они, конечно же, и воспользовались. Сам Риза выпускал сольные альбомы и писал музыку к фильмам. В частности, к «Убить Билла» Квентина Тарантино и «Пес-призрак» Джима Джармуша. А также на пару с Джизой снялся в фильме «Кофе и сигареты». Остальные тоже времени зря не теряли. По-одиночке в России побывали почти все участники клана. Риза и Джиза делают кучу всего. Риза – крутой продюсер, пишет музыку для фильмов. Джиза вернулся из Москвы пару месяцев назад всего. Я не был в Москве уже года 2-3 и очень рад, что сейчас здесь. Понимаешь, о чем я? Риза, Джиза могут находиться где угодно. Но мне вот круто от того факта, что я, инспектор Дэк, сейчас здесь. Я получаю кайф от видов города, от вкусной еды. Не чувствую никакого негатива, мне все нравится. Я приехал из маленького городка в Штатах и сейчас чувствую себя здесь прекрасно. No problems, no problems. Я всегда говорю, что хочу. У меня нет никаких табу. Есть темы, которых я стараюсь не касаться, но это не связано с хип-хопом. Wu-Tang Underground – вот что я представляю. Я – голос людей, у которых на самом деле нет голоса. Я говорю о политике, и это круто. Я могу говорить обо всем, что меня волнует. Мы вместе уже долгое время, наши мамы знают друг друга. Это не так, типа, ребята, давайте соберем группу. Wu-Tang Clan получился сам собой. Рикуан, Метод Мэн и я – соседи. Ариза, Джиза и Олдиби – вообще двоюродные братья. Инспектор Дэк, Маста Кила – мы все связаны. Понимаешь, о чем я говорю? Все пришло само. Альбом, группа, концерты. Мы вместе каждый день, мы как братья, только от разных мам. А так похоже. Более подробный отчет о концерте Wu-Tang Clan смотрите в Урбане. A Perfect Circle возрождаются. Супергруппа A Perfect Circle, участниками которой в свое время были музыканты Tool, Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails и Primus, объявила о воссоединении. Шесть лет назад, после выпуска трех номерных альбомов, маститый коллектив прекратил активную деятельность, а спустя несколько лет и вовсе заявил о своем распаде. Однако 3 августа страничка группы в Твиттере обновилась загадочным сообщением о том, что старый серый гусь еще не умер. Вскоре новость о возрождении Perfect Circle подтвердили барабанщик коллектива Джон Фрис и вокалист Мейнард Джеймс Киннон. Правда, о составе возродившейся группы никто из них так и не обмолвился. Напомню, что основателями Perfect Circle являются вокалист группы Tool Мейнард Киннон и бывший гитарный техник Билли Хауэрдейл, поработавший до этого с Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins, Guns N' Roses и Tool. Если бы Мессиффа так исполняли Клезмера, то получились бы Ой-Вовой. Так охарактеризовали эту группу Нью-Йорк Таймс. Одна из самых интересных групп Англии, воспевшая Гагарина, снова взорвала умы москвичей. Подробности в следующем сюжете. В разгар этого безумно жаркого лета, когда все вокруг восклицают «Боже ж ты мой!» в Москву приехала группа «Ой-Вовой», чье название в переводе на русский звучит примерно так же, как эта фраза причитания. Когда представляешь Россию, первое, что приходит на ум, это холод и снег. Ну уж точно никак не жара. Мы очень любим Москву, сильное место. Люди здесь безумные и дико угорают. Приятно видеть, что у нас здесь становится все больше фанатов. Когда «Ой-Вовой» впервые приехали в Москву, было безумно любопытно, что же это за мультинациональный фрукт, первый альбом которой открывала песня про Гагарину. С тех пор в группе поменялась вокалистка, они успели выступить на главном фестивале Европы Гластенбери и получили несколько наград BBC World Music Awards. В 2009 году «Ой-Вовой» были хедлайнерами одного из интереснейших фестивалей постсоветского пространства «Джаз Коктебель». И вот они снова в Москве. Было ощущение, что ребята стали играть еще мощнее и интересней. У нас же новая скрипачка Рита. Она впечатляет. Она фантастическая. Мы приехали из Теннесси, родина Эллеса Пресли. Наша дочь Рита играет на скрипке «Ой-Вовой». Она сейчас в масштабном туре, но мы решили посетить только Россию. Нам всегда было интересно посмотреть, что здесь происходит. Мы первый раз увидели ее родителей. Это было круто, но вообще-то мы не путешествуем с родителями. А путешествует «Ой-Вовой» сейчас действительно много. В самом разгаре тур в поддержку последнего альбома «Traveling the Face of the Globe», который окрестили их лучшим альбомом, а также самым бескомпромиссным альбомом за всю историю современной этно-музыки. Какие только инструменты и стили не задействовали ребята в альбоме. Людям нравится, что мы играем в разных стилях, а звуко-записывающим компаниям нет, поэтому мы решили сделать последний альбом своими силами. Мы-то понимаем себя лучше, чем кто-либо другой. Почти сразу после московского выступления «Ой-Вовой» отправится на масштабнейший фестиваль «Зигит», на котором они выступят вместе с «Мьюз», «Папа Роуч», «30 Seconds to Mars», «Fadeless» и многими другими. Когда мы играли на фестивале в Европе с мощными парнями «The Killers», «Кассабиан» и другими, несколько тысяч человек сходили с ума, и все было великолепно. Что ж, остается только пожелать ребятам попутного ветра. Далее смотри рубрику «Вебнутый», в которой Коля Карасев расскажет и покажет, на какие сайты стоит тратить свое время, сидя перед монитором. Лето в самом разгаре, самое время отправиться куда-нибудь, поэтому сегодня рубрику «Вебнутый» мы посвятим отдыху, а именно сайтам, благодаря которым вы спланируете ваш отдых должным образом. Благодаря нам вы можете забыть о безумных очередях за билетами в Сочи и прочих потных подмышках поездов. Итак, для начала надо запланировать, куда отправиться и где жить. В этом нам поможет ресурс www.anywayanyday.com Любым путем и в любой день, примерно так звучит название сайта. Данный сервис вызывается спланировать вашу поездку от заказа билетов до номера в отеле. Конечно, идеи подобного сайта не навады и предложения не самые дешевые. Но то, что уже вызывает уважение, это удобный интерфейс и приятный дизайн сайта. Сразу закрадываются крамольные мысли, мол, не наши делали. Но не может русский человек сделать сайт, который будет по-человечески удобен. У нас ведь хотят весь спектр услуг на главную страницу выставить, рамочками украсить и разноцветными буквами расписать. А нет, сделали. Пять за дизайн, пять за функциональность и четыре за контент. Просто потому, что не предлагают эконом-вариант. А теперь ресурс для тех, кто считает свои денежки и любит нашу необъятную родину. Второй сайт, о котором мы вам сегодня расскажем, напротив, предлагает самые дешевые билеты. www.avianova.ru Но стоит сказать, что разговор будем вести не о качестве услуг самой компании, а о сайте его достоинствах или провалах. Сайт для поиска дешевых билетов, он и в Африке сайт для поиска дешевых билетов, только если там интернет имеется. Правда, Авианова осуществляет поездки только по России. Выбираешь на карте свой пункт назначения и вперед. Причем можно не платить за багаж, если вы не везете килограмм наркотиков из Питера или оружие в Сочи. Даже за страховку платить не заставляют. Помер в пути, твои проблемы. Так что за функционал твердая пятерка. Дизайн, конечно, довольно кондовый, точнее, ну уж очень простой. Все такое синий-синий или голубой-голубой, в глазах сливается, самолет летит. Так что ставим четверку и надеемся на лучшее. За контент нужно бы поставить и пять, но без плюсов в воспитательных целях. И еще есть подозрение, что если вы любите подкрепиться на борту, лучше позаботиться об этом заранее. Кормежка вряд ли входит в стоимость билета за 499 рублей. Для разнообразия мы покажем вам сервис для тех, кто любит ходить по жаре и смотреть на руины. gridskipper.com – это сборник карт и новостей для путешественников. Выглядит скорее как блог, в котором постятся новости о тех или иных местах с картами и адресами. В общем-то напоминает книжный путеводитель, но, как утверждают сами создатели, там публикуются те маршруты, по которым не ходят толпы туристов, а также мнение тех людей, которые посетили эти самые места. Что ж, стоит проверить. Только для начала на курсы английского, чтобы суметь перевести эти тексты. Наш вердикт. Пять за контент, точнее даже за идею сайта. Три за дизайн и троечка за функционал. Ведь могли и лучше. И еще как-то подозрительно много постов, похожих на рекламу. Ну и если вы съездили, а в самолете не накормили, поселились в отеле, а там уже живет семья тараканов, а руины оказались бетонным бизнес-центром, то вам прямая дорога на следующий ресурс. В общем, если недовольны, то вам сюда. lynchcommunity.ru Книга жалоб и предложений интернета. Вот где можно отвести душу. Выглядит все довольно просто. Выбирайте нужный раздел и постите туда свой отзыв о той или иной компании. Просто и удобно. Поэтому пять за контент и идеи сервиса, пять за дизайн и пять за функционал. Но помните, кляузничать нехорошо. С вами были Вебнутые и я, Коля Карасев. Этот выпуск мы подготовили самым вебнутым журналом F5. Говорят, что если взять 25F5 и резиновую женщину, может получиться неплохой надувной матрас. Хорошего вам отдыха, теплого моря, красивых достопримечательностей. Пока! Выражаю мою эфиопскую благодарность проекту модельеры.ру за фантастический наряд. Вы смотрели большой выпуск A1 News. С вами была Юкля. Помни, красота и музыка спасут мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова